Сентября в России отменили пошлину на экспорт алмазов. Нашим добытчикам и огранщикам и так жилось непросто. Сейчас будет еще тяжелее. Российские предприятия запросили господдержку, иначе конкуренцию они не выдержат. Анастасия Тимоничева побывала на нашем главном предприятии по обработке алмазов. Маленский завод самый большой и злебнитый здесь. Алмазы превращаются в бриллиант. У меня в одной руке алмаз, в другой бриллиант. Алмаз стоит порядка 2500 долларов, бриллиант почти в два раза дороже. Каждый день через руки смоленских мастеров проходят десятки миллионов долларов. Но при этом обработку алмазов в России эксперты называют одним из самых нерентабельных производств. Смоленский завод открыли сразу после того, как в Якутии нашли месторождение алмазов. Именно оттуда сюда и привозят камни. Дефекты очень сильно зависит. Цена трещины, графиты, пузырей. Синий – это бриллиант уже после огранки. То есть то, что останется? Да, это то, что останется. Круглый бриллиант, форма круглая, классическая. После обработки алмаз может потерять даже около 60% своей массы. Следующий этап называется «обдирка». Здесь специалист передает бриллианту нужную форму. То, что лишнее, куда это все уходит? На наш пыль превращается. Супруги, ну может быть, или еще кому-нибудь из родственников дарили бриллиант? Нет, у меня даже денег нет. Как говорят сотрудники этого завода, понятие «смоленская огранка» известно на весь мир. Если идеально камни и сумма, то можно посмотреть, в нем отражаются сердца и стрелы. На «Смоленском заводе» производят бриллианты только высшего качества. Дешевых камней здесь не делают. Этим пользуются, кстати, конкуренты. Например, крупные индийские холдинги. Другие советские заводы переработки алмазов сейчас превратились в основном в небольшие компании. И только «Смоленский завод» сохранил масштабное производство. Здесь указаны города, где продаются смоленские бриллианты. В мире порядка 20 точек. Токио, Сеул, Гонконг, Бангкок. При этом в России остается порядка 3-5% смоленских камней. Получается, что наши люди камни класса премиум покупают редко. Рабочий день на заводе уже закончился, но еще есть здесь сотрудники, потому что ждут завершения совещания совета директоров. Может быть, сегодня они обсуждают в том числе и новые экономические условия. Сложнее ситуация на рынке стала. С 1 сентября отменили пошлину 6,5% на экспорт необработанных алмазов. И добывающие компании этим воспользовались и сразу повысили стоимость сырья.